здравствуйте дорогие мои зрители сегодня я вас встречаю видите где на кухне в таком одеянии хотелось просто как сказать показать вам не только вязаные но еще что-то такое домашнее что ли вот моё привычное одеяние когда я пеку и украшаю тортики кушать и готовлю я конечно без колпака без это без фарточка потому что для себя торты я часто делаю для друзей для знакомых иногда заказы беру в общем там я должна немножечко быть все-таки одеты вот такое все смешное что-то мне вот так вот захотелось тогда сшить вот хотела вам показать себя на кухне сегодня хотела бы снять такое видео обо всем обо всем понемногу будет все и вязаное и тортики и цветочки ясу кто хочет готовьте вместе со мной хочу с вами поделиться немножечко хочется как сказать я знаю просто что у меня есть зрители которым может быть не совсем интересно вязание и они им просто нравится смотреть меня и хочется вот чтобы и им было также интересно со мной но и когда я с вами знакомилась в своем видео я говорила что мой канал будет по большей части про вязание но все-таки там будут еще какие-то жизненные моменты с которыми я хотела делиться с вами так что вот смотрите какое бесформенное чудо очень вкусный торт медовый вот так он выглядит здесь пять коржей но получается пять с половиной коржей видите торт очень большой раз две с половиной ладошки моих около 45 наверное 45 лет померяю скажу вам размер девчат я сходила замерила взяла сантиметр замерила в 44 сантиметра в диаметре вы представляете какая-то громадина вот это медовый классный тортик вот хочу показать вам как я выпекла пекла из разных половинок может кому-то будет это интересно сначала укладывала одну половинку вторую намазала кремом потом половинки как-то вот так укладывала одну половину сюда одну сюда снова смазывала кремом потом вот так наискосок еще половинки вот я думаю вы поняли о чем я получился целый большой торт потому что такой огромный торт у меня такая такой круг в диаметре у меня не поместится в духовку я не смогу его испечь а торт нужен был большой этот торт на выпускной вот смотрите чего я начала и покажу вам как я его просила ну вот что получилось у меня в итоге вот такой торт на 20 детей ну по-моему ничего такой солнечный тортик с такими кружавчиками вот с окончанием учебного года всех ну все мои дорогие торт я украсила и пока я на кухне я хочу вам предложить посмотреть одно видео я его снимала еще в январе месяце то есть это самые первые видео которые я пробовала снять так я готовила зуб и решила все вам показать это было ну проверка смогу я не смогу поэтому если хотите можете посмотреть не хотите можете перемотать но в общем хочу чтобы вы это увидели я хотела вам рассказать как я готовила зуб и вот первый этап я здоровью я такая толстая ферма здоровья старенькая я скаливаю ее наливаю туда масло и режу кубиками немножко мясо может быть любое я обычно готовлю сейчас свининку люблю свининку ну вот мясо обжариваем несколько минут я его трогать внизу лепут она отмечается корочкой потом добавим сюда мальчик покажу дальше ну вот следующий этап приготовления азу короче мы пожарили мяско мяско как только поджарилась корочкой стал мы помешали несколько раз обжарили хорошо добавили лук порезанный мелко кубиком пережарили мясо с лучком все как только лучок стал прозрачным чуть-чуть чуть-чуть начал подрумяниваться мы туда положили сверху уложили картошку ну вот так нарезанную скажем соломкой брусочками непонятно как короче не мелко все посолили поперчили и залили водой видите у меня воды столько что картошку покрыли полностью чуть чуть не до конца все сильный огонь и жарим тушим все это вот в конце покажу еще и дадим когда она пока у нас пустите картошка вот она закипела пока кипит картошка на деревне сковородке мы дарим огурцы огурцы я добавляю на раскаление сковородка на раскаление сковородка не дарим масло масло на раскаление и попускаю туда огурцы и жарим помешиваем жарю до корочки до тех пор пока огурцы не покроются корочкой в самом конце жарки я добавлю чесночок и томатную пасту ну вот огурецки у нас почти уже зажариваются сейчас мы положим томатную пасту и чесночок вот у нас тут картошечка продолжает буркать готовится я забыла сказать что картошки я не мешаю она у меня тушится так что в них у мяса с луком от сверху еще картошек и все это тушится вот добавили чесночок все смешали и выключаем уже когда выключили добавим пасту вот я добавила пасту томатную уже у меня поворотка выключена и выключим помешаем и тут она у меня выпуска в холодочке соль вот здесь такая зажарочка все сделаем когда у меня приготовится вот картошечка еще немножечко еще один вот 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 посмотрите видите как легко вот вот картошечка вот ломается она почти готова сейчас берем зажарочку да пора берем зажарку и сверху выложим ну вот положили зажарку и немножко вот так помешаем чуть-чуть закроем сверху крышечкой и пять минут тонем на таком огне пусть аромат девчонки делают по кухне обалденно и все пустышки ну вот и все готова вот такая вкуснота сейчас через минутку я его выключу кстати я его перемешала вот вкусно здравствуйте еще раз сейчас хочу с вами поговорить о вязаных своих процессах все что навязала все что она делала вот эту туничку я уже сшила все отпарила все прошила пуговки не стала делать решил просто прошить потом в общем я ее еще покажу сейчас немножечко у нас холодно вот немножко погода наладится и я ее выголю сфотографирую на себе и вам покажу так это одна готовая готовая работа ну вторая готовая работа это детская кофточка мастер-класс по ней уже подснят есть на канале вот такая штучка буду вязать еще к ней штанишки это тоже больше возвращаться не буду третий свой процесс кофточка помните вдохновила меня на создание еще одной помните этот узор и я решила довязать платочной вязкой попробовала я волны немножко другого узора никак здесь ни один в один другой мне не понравилось слишком громоздко получается нагромождение узоров решила связать платочной вязкой долго думала платочной вязать гладью думала пустить два ряда изнаночной глади два ряда лицевой глади в принципе наверное тоже бы смотрелось неплохо но руки взяли платочную вязку и начала ее вязать в общем посмотрим что будет пока еще не знаю думаю что красиво все у меня вот две тунички уже на лето есть хорошо детская кофточка помните я показывала бабинчик у меня его сейчас уже нет я его перемотала хотела связать детскую кофточку вот она плохо пока видно да может быть на темном мотивчики сегодня я ездила к Тане к девочке к Тане мерила смотрит цифры красиво замечательно еще бы топик туда связать вот знаете какая красота оставлю вниз вот еще наряд вниз опущу и такой вот волнистый его оставлю обвяжу красивым каким-нибудь узором обвяжу перед узором рукавчики тоже подлиннее чуть-чуть но мне надо было померить потому что вязала я вслепую ну и не знала понравится или нет обладательницы все вещички то что я придумала ну вроде ребенок остался доволен а я то как довольна ну правда мне понравилось как на ней смотрится я думаю я надеюсь что они разрешат мне их отфотографировать и выставить фотографии все вот вяжу два процесса этот и этот пока больше ничего в работе нет не успеваю ничего там немножко там немножко и все давайте я вам сразу еще покажу это уже не вязание я купила вот такую ткань вот так она смотрится подолевой вот так по утку тоже красиво да и так и так тоже дети друзей попросили меня сшить мальчик импо ну короче они в 5 класс заканчивают к стыду своему я не знаю сколько им лет по моему 11-12 да 12 наверное не суть вот и так мальчик попросил связать сшить ему такую футболку и бриджи будем сшить а девочка попросила тунику тоже ей 12 лет тунику спущенную ну вот типа как у моя вот эта футболочка домашняя такая удлиненная ну вот и себе она наверное что-то типа такого попросила будем шить и еще я сегодня себя решила порадовать купила вот такую по-моему называется это рогожка такой материал так как же мне вам его показать вот смотрите внизу такие птички но это она сложена напополам да вот вот здесь сгиб идет с той стороны тоже будут такие же птички что я решила я хочу сшить себе новый фартук рабочий красивый фартук так где вы мои птички ага я то думала вы у меня в одну сторону все повернуты а смотрите да я все закрываю они у меня повернуты здесь в разные стороны какая-то птичка так какая-то так ну наверное большей частью так но нет следующий ряд по-другому в общем буду думать вот это я решила вот этот рисунок пустить на низ фартука трясу тут перед вами простите вот этих птичек правильно показываю да решила сюда пустить наверх фартука и наверное если у меня хватит материала с таких птичек сошью себе поварский колпак и хочу сшить себе бандану потому что колпак неудобно одевать мне здесь все классно все туго все но вот хвостик порой я не могу его туда затащить а бандану хорошо завязал и хвостик у тебя уже внутри в общем вот так же вот видите похвалилась и своими швейными задумками этот материал мне тоже понравился хотелось мужу сшить такие бриджи домашние дети отобрали их друзей простите я не отключила телефон как всегда ну вот я поделилась с вами со всеми своими новостями какие у меня фиалочки расцвели посмотрите какая красота это еще бутончики это вот такая прелесть уже цветет эти еще зацветают наверное голубые будут вот один бутончик уже расцвел какая прелесть какая прелесть это мой старичок самый первый моя фиалочка прям глазки прелесть а это детки сидят вот это прям шапка вот вот так снова новый торт совершеннолетие или что там получение паспорта вот такой паспорт для девочки и снова я к вам с тортом на этот раз торт смайлик вот такой скромненький тортик для мальчика желаю всем вам такого же отличного настроения как у него а как вам такого формата тортик весь такой кружевной на камере он какой-то неяркий а так он яркий яркий такая задумка ставьте лайк подписывайтесь если вам было интересно спрашивайте задавайте вопросы пишите комментарии я очень жду комментариев от вас мне я же начинающий блогер мне нужно знать то что вам интересно вам зрителям моего канала что вы хотели видеть на моем канале ну и вообще нравится вам видео или нет может быть вам чего-то не хватает чего-то лишнего что-то может показывать больше что-то не показывать совсем давайте будем развиваться вместе вы мне будете говорить а я согласно ваших мнений буду исполнять это в жизнь большое вам спасибо до свидания еще встретимся все будет хорошо пока пока пока